Приветствую вас! Странный вопрос немного вы задаёте. Такое ощущение, что вы уже всё решили для себя. Такое ощущение, что вы уже окрестили мужчину эгоистом, окрестили мужчину каким-то вот, знаете, ну, некими ярлыками, в общем, которые у вас есть. Вот. И, в принципе, всё. И, если честно, вот даже есть такое ощущение, что какое-либо возражение, вы вас примите, ну, весьма, весьма, весьма негативно. Ну вот, почему-то мне так показалось, исходя из того, что вы написали, по крайней мере. Вот. Поэтому, значит, если мы с вами говорим о том, что двигает мужчина, да, если мы с вами говорим о том, кто он, какой он и так далее. Если мы с вами говорим об этом. То он не эгоист. В прямом смысле этого слова, по крайней мере. Мужчина не эгоист. Он, скорее, эм, человек просто-напросто, знаете, свободных, свободных взглядов, я бы сказал так. То есть, ну, у него позиция такая, что, самое главное, это свобода. У него позиция такая, что, самое главное, это личная свобода и... и всё. Вот. Для него это важно. Для него это важно. Для него это важно. И если вам не подходит его выбор, если вы считаете, что он не прав в своей позиции, если вы считаете, что он, что вам это не подходит, то я полагаю, что, в общем и целом, вам действительно не нужно больше быть вместе. И дело даже не в том, что он эгоист, а дело в том просто, что вам такая позиция не подходит. Но, смотрите, вы же согласились на гостевой брак, а у этого есть свои причины. Скорее всего. Скорее всего, есть причины, по которым вы согласились на гостевой брак. И было бы очень здорово, если бы вы эти причины изучили. Понимаете? Вот. То есть, это ваш был выбор согласиться на гостевой брак с мужчиной. Плохого в этом ничего нет. Именно плохого. Но это говорит о том, что вы себя поставили перед мужчиной определенным образом, что он понял, что вы готовы под него прогибаться и готовы действовать, ну, скажем так. Например, на его, допустим, условиях. Вот. И для него, в принципе, этого, ну, наверное, было более чем достаточно для него, чтобы убедиться лишний раз в том, что он выбрал верную, правильную позицию по отношению к вам. Понимаете? Аммм. С точки зрения... С точки зрения... Ага. С точки зрения... С точки зрения психологии, его нельзя назвать эгоисту. Потому что человек, вроде бы, вас, как я понял, ни к чему не принуждает. Он говорит о себе и о своем выборе. Человек, в принципе, имеет полное право. То, что, то, что вам это не нравится, это уже детали. Вот. Вот в тот момент, когда он передумал, да, в тот момент, когда он, ну, стал вести себя таким образом, как вот стал в тот момент, вы оказались перед выбором, либо вы меняете что-то в своей жизни, вот, либо вы ничего не меняете. И вы решили, в тот момент, когда он передумал, передумал, передумал с вами, ну, быть в отношениях, да? Я передумал, аж, жениться на вас. Ох, ой. Вот вам бы, в этот момент, эээ, просто, эээ, сказать ему, нет. То есть, хорошо, ты не хочешь на меня, на меня жениться, да? Передумал, ну, ладно, значит, нам не по пути. И все. Все было бы, эээ, просто и понятно, в этом случае. Но вы поступили не так. Вы, эээ, начали под него прогибаться, вы начали искать какие-то пути, пути, эээ, к нему, к нему. Ну, и, как выяснилось, как выяснилось, вот, из вашего, эээ, текста, вот, получается, что, вот эти пути, которые вы искали, эээ, к нему, да? Вот. Эти пути, они были, эээ, это сделано было для себя. То есть, вы делали это для себя, вы не делали это для него. То есть, вы хотели найти к нему путь, чтобы он на нас женился, собственно говоря. Да. Вот. И, когда он сказал, что он не собирается этого делать, вы почувствовали себя обманутой, да, наверное? Почувствовали себя, не знаю, использованный, наверное. Потому что, мужчина не дал вам, ага, то, что вы, вот, ожидали от него. Да, он обещал, он обещал жениться, это так. Но потом-то он сказал, что передумал, а вы продолжали, вы продолжали пытаться, эээм, быть с ним. То есть, это уже ответственность чья? Вот. Подумайте. Чья это уже ответственность? Ваша? Или его? Вот. Понимаете? Кайф тоже. То есть, эээм, тут вот, конечно, такая ситуация. Я вас понимаю, безусловно, но всё же призываю к тому, чтобы не обвинять человека, не обвинять мужчину в эгоизме, да, а всё-таки больше обращать внимание именно на себя, на то, что хотите именно вы, на то, что важно именно вам. Вот. Я всё-таки больше призываю вас обращать внимание на эти аспекты. Вот. Вот. Потому что, у мужчины, ну, так или иначе, да, у него, эээ, свои, задачи у него, свои цели у него, свои, какие-то, эээ, планы, и вы можете этих, эти, планы никогда не узнать. Вот. Только энергию потратите свою, да, силы, силы, и, эээ, значит, значит, время, время на то, чтобы, там, доказывать ему всё-то, например. Или, убеждать себя, что он плохой. Знаете. Если вам так будет легче, легче уйти от него, если вам так легче будет от него уйти, вот, ну, тогда можете считать его эгоистом. То есть это вы, понимаете, что вам надо уходить от него, а вы, грубо говоря, сомневаетесь в том, ну, сомневаетесь в том, что вы уйдёте, например. То в этом случае, да. В этом случае, эээ, действительно лучше считать человека эгоистом, конечно, эээ, если он не эгоист, да, то почему же вы тогда от него уходите. Ну, я рекомендую вам, эээ, всё-таки иметь в виду, что эта позиция, она хороша только до определённого момента, до определённого предела она хороша. То есть вот, если надо принять какое-то решение, например, да, такое, ну, как вам, то да, оно хорошее. Но потом, в будущем всё же нужно будет, эээ, проанализировать, если он эгоист, как же я вот, эээ, оказался таким мужчиной. С эгоистом. Почему я оказался таким мужчиной, с эгоистом. Как я вообще, вот, связался с ним свою жизнь, с мужчиной. Эгоистом. Причём это, ну, это нужно, в общем-то, в общем-то, спокойно. Спокойно, без лишних эээ, истерик, без эээ, без лишних эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Абсолютно спокойно вам нужно на эту тему поработать, вот, с собой, самостоятельно. И я уверен, что к какому-то выводу, к какому-то решению, да, вы обязательно придете. Вот. Это и будет ответ на ваш вопрос. Себе. Это, искать нужно ответ. Себе. Не в... Не в другом человеке. Вот. Не в... Не в другом, не в постороннем. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!